Девушки отдыхают Это символы, олицетворяющие силу и мощь наших спецслужб, подвиг нескольких поколений чекистов, чьи мужество и бесстрашие стали надежной защитой от любых попыток ослабить и расколоть нашу страну, лишить ее суверенитета. Сейчас, когда коллективным Западом развернута гибридная война против России, вы вносите значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Глава региона поблагодарил ветеранов и сотрудников органов госбезопасности за самоотверженную работу, за личное мужество, профессионализм и решительность при обеспечении безопасности России и вручил заслуженные награды. О ряде операций тверских чекистов на протяжении многих лет мы рассказываем в патрульной службе. И в уходящем 2023 году таких операций было немало. Вот несколько примеров. Федеральная служба безопасности Российской Федерации на территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования. Установлено, что агент украинских спецслужб за материальное вознаграждение осуществлял сбор и передачу информации в отношении объектов военного назначения и топливо-энергетической инфраструктуры региона. В дальнейшем действия по указанию кураторов изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата Твери. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия обнаружены изъяты, готовые к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5. По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело. Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Сергея Кабанова, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения. Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий и предварительного следствия установлена, что Кабанов осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике вооруженных сил Российской Федерации, в интересах американской фирмы, подконтрольной Министерству обороны США. Транспортировка военной техники в США осуществлялась транзитом через Латвийскую Республику. Канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован. Наряду с обеспечением безопасности региона, тверские сотрудники и ветераны ФСБ уделяют большое внимание работе с молодежью. С 2021 года Федеральная служба безопасности курирует работу кадетского класса, созданного в Тверском центре образования имени кавалера Ордена Мужества Александра Отрощенко. У воспитанников кадетского класса насыщенная школьная программа. Спортивная подготовка сочетается здесь с углубленным изучением специальных предметов. Главная же задача – вырастить из этих школьников всесторонне развитых людей, настоящих патриотов своей Родины. Стратегическая цель кадетского обучения – это формирование гражданина-патриота России, подготовка кадетов к поступлению в профильные учебные заведения, подготовка кадетов к служению Отечеству, военной и гражданской службы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова